Чай Чайки скапливаются в центре, в то время как повседневный опыт нам подсказывает, что должно быть с точностью до наоборот Вот, посмотрите Это явление можно очень легко объяснить Рассмотрим сначала жидкость, которая покорится Выделим в ней элемент объема В На него действуют две силы Одна сила тяжести, она направлена вниз А другая сила Архимеда, выталкивающая сила, она направлена вверх Природа этой силы в том, что давление внизу стакана больше, чем давление вверху И это давление выталкивает жидкость вверх Теперь рассмотрим случай, когда жидкость вращается В этом случае у нас жидкость стремится разлететься в разные стороны, но стенки ее останавливают В результате на периферии у стенок давление оказывается повышенным по отношению к давлению в центре Но этого не происходит у дна Из-за трения с дном жидкость внизу покоится И здесь нет разницы давления между центром и периферией В результате повышенное давление здесь выталкивает жидкость вниз А пониженное здесь засасывает ее снизу В результате получаются вот такие вторичные потоки То есть у нас жидкость одновременно вращается вот так вот И вот так вот перемешивается А черенки, они вовлекаются в это перемешивание и в результате собираются у дна в центре И даже немного поднимаются вверх Можно еще рассмотреть случай, когда жидкость покоится, а вращаясь со стаканом вдруг не ел В этом случае у нас первыми в вращении будут ввлекаться придонные слои И тогда внизу будет образовываться разница давления Здесь давление будет выше, чем здесь А вверху разницы давления не будет И получается, что вторичные потоки будут направлены в обратную сторону Вот так вот И черенки у нас будут внизу не собираться в центре, а наоборот разбредаться по краям Вот этот случай можно проверить на опыте Для того, чтобы ответить на вопрос, что произойдет с чинками в случае, когда стенки будут двигаться, а жидкость покоится Можно сделать вот такой трефиллярный подвес Соответственно, посмотрим, что произойдет, когда мы закрутим кастрюлю Чинки разлетаются к стенкам Так как жидкость движется медленнее, чем стенки Движение жидкости отстает от движения стенок Теперь ситуация обратная Жидкость быстрее, чем стенки Чинки собираются в центре И снова разлетаются к стенкам Эти колебания продолжаются до тех пор, пока кастрюля и жидкость не придут в состояние покоя Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует...